Роль эндокринной регуляции Железы внутренней секреции Например, поджелудочная железа содержит два типа секреторных клеток. Одни вырабатывают пищеварительный сок, который выделяется в 12-ти пирсную кишку, вторые – гормон инсулин, который поступает в кровь. Как взаимодействуют нервная и гуморальная регуляции Нервная и гуморальная системы дополняют один другого. Нервная система оказывает быстрое, экстренное, а гуморальная – медленное, но длительное влияние на работу одних и тех же органов. Примером взаимосвязи между нервной и гуморальной видами регуляции может служить гипоталамогифиногипофизарная система. Гипоталамус – это отдел промежуточного мозга, улавливает уровень концентрации гормонов в крови. И в зависимости от полученной таким образом информации о работе желез внутренней секреции, посылает нейрогормоны и нервные импульсы гипофизу – железо внутренней секреции, регулируя его работу, а гипофиз, в свою очередь, работу других желез внутренней секреции. Какова функция гипоталамуса? Гипоталамус – особый отдел промежуточного мозга, который является центром регуляции эндокринной системы, центром регуляции вегетативной нервной системы и центром регуляции потребностей и эмоций. Таковы основные свойства гормонов. Гормоны обладают эпидсифичностью, то есть действуют настолько определенные органы или клетки и высокой активностью, то есть оказывают воздействие в ничтожно малых количествах. После своего действия гормоны разрушаются, за счет этого создается возможность для следующего гормонального действия.